Для изготовления каркаса композиции нам понадобится деревянный брусок, шпажки, оберточная бумага. Стеклянные колбочки послужат резервуаром воды для цветков астры и калины. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя наша программа посвящается альтернативной технике крепления цветов. Поясню, мы будем делать композицию без использования традиционного оазиса, в котором мы будем размещать цветы. В качестве альтернативы у нас есть пробирки. Такие колбы можно купить в магазине для химиков или даже в магазине для школьников, где продаются различные другие школьные товары, необходимые для школьных предметов. Итак, начнем, пожалуй, с другого. Основой для всей композиции будет доска. Доска может быть любого размера, в зависимости от того, какую композицию вы хотите создать, какого масштаба. У меня вот такой средний размерчик. Также основным материалом будут вот такие шпажки. Их можно купить в супермаркете или там еще где-нибудь на строительных рынках, например, тоже можно найти. Итак, что мы будем делать? Мне нужно узнать размер, диаметр вот этой шпажки и просверлить множество дырочек в этой доске. Чтобы не утомлять вас видом себя с дрелью, я уже сделала это заранее. У меня уже есть несколько отверстий, идеально подходящих по размеру шпажкам. То есть я могу расположить шпажки по поверхности всей доски. Сделать это совсем несложно и очень быстро, если у вас дома имеется дрель. Что же мы будем делать? Мне нужно разместить шпажки в этих отверстиях. Если вы хотите, чтобы композиция была максимально прочной, можете подклеить эти шпажки так, чтобы они держались максимально прочно. Можно использовать обыкновенный термоклей. Или любой другой клей, который есть у вас под рукой. Например, ПВА, резиновый клей, ну и так далее. Термоклей это самый быстрый, пожалуй, способ и достаточно удобный. Именно им я и пользуюсь. Так, размещаем. Шпажки будут располагаться в разных направлениях. Сейчас я размещаю основные шпажки. Все остальные будут крепиться за вот эти вертикальные. Обратите внимание на то, что они идеально подходят по цвету к доске. В принципе, вот это основание может быть любого цвета. Если вы захотите, вы сможете покрасить его. Единственное, что... Тут тоже есть такой момент. Вы можете покрасить и основание, и шпажки. Вы можете покрасить только шпажки или только основание. Все будет зависеть от того, какая у вас идея, какая концепция. В моем случае я решила сделать их максимально нейтральными и естественными. То есть у меня присутствует натуральный цвет дерева с натуральной древесной фактурой. И такие же шпажки. Я думаю, что они, скорее всего, бамбуковые, но на них тоже имеются чуть темноватые разводы, так что они идеально сочетаются с основой из, наверное, сосны, как я думаю. Что мы делаем теперь? Теперь мне нужно сделать несколько заготовок немного другого типа. Для них мне понадобятся шпажки, те же самые, которые мы уже использовали, и оберточная бумага. Вот такая вот грубая, ее еще называют крафт-бумага. В принципе, это может быть любая ненужная вам бумага, даже калька или какие-то листы, газеты, все что угодно. Но вот эта вот моя бумажка, она идеально подходит по цвету, как мне кажется. Она слегка оттеняет дерево, так как является более темной по тону. И к тому же она совершенно не нужна, так как осталась от, кажется, упаковки шкафа. В общем, идеальная бумага. Смотрите, как хорошо она рвется. Мне нужно нарвать несколько полосок, довольно много полосок такой бумаги. Грубый, коричневый, но очень натуральный по цвету. Потом из этих полосочек я рву квадратики. Достаточно много мне нужно таких квадратиков. Сейчас поясню для чего. Будем делать элементы в виде таких шашлычков. Берем шпажку. И через острый кончик насаживаем куски бумаги крафт на нее. Таким образом целиком ее заполняем, чтобы получился элемент, немного отличающийся от просто деревянных палочек. Итак, у нас получается вот такой вот занятный элемент. Достаточно объемный, ну и практически сделанный из ничего. Деревянная палочка и рваные кусочки бумаги. Таких элементов мне нужно сделать, я думаю, 10-15 на глазок. Так, чтобы расположить их в будущей композиции, и чтобы они заняли достойное место и создали определенный объем. Для начала я заготовлю нужное количество бумаги. Тут, кстати говоря, у вас тоже есть выбор. Вы можете нарвать неровные кусочки бумаги, можете нарезать их на абсолютно ровные квадратики, а можете скорректировать уже потом, после того, как вы насадили их на шпажку. Например, подровнять ножницами и придать им определенную форму. То есть вы можете продумать полностью концепт с самого начала и добавить в нее какие-то свои детали. И получилась у меня вот такая чудесная горстка готовых шашлычков, так называемых. Теперь переходим к следующему. Начну с того, что можно расположить обычные палочки деревянные, без чего бы то ни было, между вертикальными палочками. Их у нас все-таки будет подавляющее количество. А вот этих вот задекорированных будет меньше, но зато они будут располагаться по всей композиции, то есть равномерно будут заполнять пространство собой. Их мы располагаем по мере заполнения шпажками объема заготовки. Их не нужно никак крепить, так как они крепятся друг за друга. За счет того, что соприкасаются в разных местах с палочками, они закрепляются между собой. Я думаю, когда вы начнете делать, вы поймете, о чем я говорю. Они как бы цепляются друг за друга. Располагаем шпажки во всех измерениях, то есть и высоту изменяем их положение, и заполняем все пространство прямоугольника. Кстати, появилась еще одна идея декорирования шпажек. В моем случае это бумага, которую очень легко найти, и которая практически бесплатна. Вы можете использовать головки цветов, например, какие-то некрупные, может быть, кустовые гвоздики. Вы можете использовать лепестки, например, розы. Розы в подаренном букете начинают увядать, но вам хочется продлить их жизнь, вы разбираете розу, оставляете лепестки и насаживаете их на вот такую же шпажку. В принципе, при высыхании они тоже будут декоративны, то есть не обязательно, что эта композиция проживет очень мало. Также это могут быть какие-то ягоды, те, которые не будут пускать очень много сока при протыкании шпажкой. Возможно, какие-то небольшие яблочки. Ну, в общем, в принципе, все, что угодно. Что у вас есть под рукой, на что хватит вашей фантазии, можете придумать разные свои варианты. По-моему, получается уже довольно-таки оригинально, согласитесь, неплохая альтернатива банальной вазе с цветами. То есть у нас уже появляется какой-то интересный объем достаточно интересного цвета. Такой вот бежевый, с оттенками, более светлыми и более темными за счет темной бумаги. Как вы видите, я как бы запутываю шпажки в уже получившейся массе. И за счет этого они держатся очень хорошо друг за друга и создают достаточно плотную массу, в которой впоследствии я могу разместить уже пробирки с цветами. Но, тем не менее, максимально уплотняем вот эту массу при помощи деревянных палочек. Вот так пространство будет выглядеть интереснее и сложнее. Ну и прочнее, что тоже немаловажно. Ну вот мы и сделали общую конструктивную часть. Теперь приступим к следующей части. Это закрепление пробирок. Пробирки мы будем закреплять при помощи вот такой вот замечательной проволоки. Это проволока в оплетке. Она уже достаточно неплохо выглядит, похожа на веревочку. То есть я ее не собираюсь никак декорировать, просто отрезаю кусочек, вот таким вот образом обкручиваю колбочку, пробирку и фиксирую в каком-либо месте композицию. Просто обкручиваю вокруг шпажки. Лишние вот эти хвостики сразу обрезаю. Вот таким вот образом колбочка оказывается внутри композиции и совершенно не портит, даже в какой-то мере дополняет ее. Колбочки также нужно равномерно распределять по всей композиции, для того, чтобы цветы, которые впоследствии будут располагаться в них, тоже заполняли все пространство, весь объем. Воду в них мы будем заливать уже на последнем этапе, чтобы сейчас было удобнее найти нужное положение и не бояться, что вода разольется в какой-нибудь неудачный, неподходящий момент. Вот я уже практически все колбы расположила в моей этой конструкции. Осталось совсем чуть-чуть. Смотрим, где еще у нас пустые места и добавляем туда колбочки, так чтобы в момент размещения цветов для всех из них нашлось место и отдельная пробирка. Теперь мне нужно налить воду для цветов. Для этого удобнее всего использовать что-то вроде такого пульверизатора. Наверное, самый удобный способ наливания воды в пробирки. Ну и теперь можно уже начать располагать цветы из цветов. У меня сегодня замечательные веточки калины. Калины бывают очень разные. Вот сегодня у меня вот такая вот в виде бутонов. Подрезаем их чуть покороче. Убираем нижние листья так, чтобы часть стебля, которая будет уходить в воду, была полностью от них очищена. И подрезаем ножом. Ну вот, как-то так мы насытили зеленой массой безжизненную композицию. Теперь дело за чудесной астрой. Такая вот необычная астра кустовая. Тоже нарезаем ее. Сначала можно нарезать при помощи секатора и впоследствии обновить срез при помощи ножа, так, чтобы растению было проще пить воду. Тоже убираем лишние листочки и располагаем цветочки астры в оставшихся пробирках. Привычная всем садовая астра на самом деле имеет название калистефус китайский или по латыни калистефус хинэндис. В народе известно как астра китайская. Калистефус очень распространен как садовое растение, так как обильно цветет и имеет очень разнообразную окраску соцветий. Также астра китайская устойчива в срезке и может успешно применяться для составления букетов и композиций. Вот такая вот живенькая получилась композиция. Надеюсь, что моя идея приживется и вы найдете массу применений вот такой вот необычной техники. А на этом я прощаюсь с вами. Вы смотрели программу «Ботаника». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова